Услышала на работе разговора о новой диете с очень, как по мне, странным названием «атомная», но всерьез к ней не относился, пока не увидел изрядно похудевшую за короткий срок коллегу. Меню диеты меня приятно удивило своим разнообразием. Продукты простые и знакомые, да и голодать не требуется. Всего за неделю можно сбросить 5 килограмм, а за две недели – от 8 до 12, и никакой раздражительности и депрессий. Атомная диета. Эту программу разработали швейцарские диетологи, а атомную диету назвали, видимо, потому, что она каждый день просто взрывает лишний жир. Худеем на ней мы за счет ежедневного чередования белкового и углеводного меню. В белковые дни можно есть только белковую пищу. Она переваривается очень долго, из-за чего организму приходится добывать энергию сначала из гликогеновых запасов печени, затем из жировых клеток. Углеводный день пополняет запасы гликогена, но так как энергии все еще недостаточно, то и дальше приходится расщеплять жир. Вместе эти дни позволяют и похудеть, и ускорить метаболизм. Посидев день на овощах, начинаешь хотеть белковой еды, которую завтра уже можно кушать, и наоборот. Мне, например, такой вариант очень даже подходит. И голодными глазами на еду не смотришь, и разнообразие какое-никакое, но есть. Самое прекрасное, что чем больше ты весишь, тем больше сбросишь. Единственный минус диеты в том, что вегетарианцу она не подойдет. В белковый день нужно есть именно животные белки. И никакие бобы и соя тут не помогут. Правила и принципы. Швейцарская атомная диета предусматривает дробное питание. Это значит, что есть лучше часто, но по чуть-чуть. Почувствовал легкий голод? Съешь немножко еды, не мучайся. Продукты из списка разрешенных можешь есть без ограничений, но переедать все же не стоит. Рекомендуется потреблять около 1200 килокалорий. А если ведешь активный образ жизни, то 1600. Разрешены в белковый день нежирное мясо и рыба. Яйца. Морепродукты. Молоко. Обезжиренное молочка. Разрешены в углеводный день. Почти все фрукты и овощи, за исключением бананов, винограда и картофеля. Овощные салаты и рагу. Овощные супы. Фриши. В любой день можно пить черный, зеленый и травяной чай, кофе без сахара и обязательно пить помного воды. Крупы, гречку и овсянку, и макароны из твердых сортов пшеницы можно вводить только когда увидишь первые результаты. Примерное меню на белковый день. Завтрак 2 отварных яйца или приготовленный на пару омлет, миска творога или несладкий йогурт, стакан нежирного кефира. Обед тарелка отварной, запеченный или приготовленный на пару курица, говядины, нежирные рыбы, пару кусочков сыра твердых сортов, кружка чая с молоком. Ужин небольшая миска творога, 2 ломтика твердого сыра, кружка кефира или натурального йогурта. Можно объединить несколько продуктов. Главное, чтобы после ужина ты испытывал сытость. Примерное меню на углеводный день. Завтрак фруктовый салат. Можно съесть несколько ложек овсяной каши без масла и молока. Обед постный суп или зеленый борщ без картофеля, стакан свежевыжатого овощного или фруктового сока без сахара. Ужин кабачковая запеканка или салат из свежей капусты и огурцов, заправленный растительным маслом. Если ты уж очень сильно скучаешь по крупам и совмещению мяса с овощами, то в углеводные дни добавляй по чуть-чуть белков, а в белковые углеводов. Поделись ссылкой с друзьями, помоги им сделать первый шаг на пути к своему здоровью и великолепной физической форме. В заключение хотелось бы перечислить основные преимущества швейцарской диеты, сбалансированный рацион, быстродействие, отсутствие голодных дней и ограничений в количестве пищи, совместимость с работой и физическими упражнениями, устойчивость результатов. Благодарю за просмотр видеоролика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. С вами была Алиса Иванова.